Так, купить значит крем, купить платки, купить сланцы. Ты куда готовишься, к отпуску? Да нет, просто строю планы на апрель. А, ты из тех, кто готовится, а не летом, а телегу зимой? Причем тут телега вообще. Просто на улице такая теплынь, можно уже и к пляжному сезону готовиться. Так нет, к пляжному сезону я еще не готова, а вот сезон шашлыков открыла бы с удовольствием. Апрель, вправду, получился очень жаркий. И надо прожить его так, чтобы не было мучительно стыдно. Доброе утро, губерния, в студии готовы к открытию пляжного сезона Виктор Стеблев. И любительниц весенних пикников Юлия Север. Главное место поживописнее подобрать, и я готова даже планы свои пересмотреть на выходные и отправлюсь на пикник. Хорошо, а я, пожалуй, у жителей губернии узнаю, что еще нужно обязательно успеть в апреле. Убраться, выйти на субботник. Хорошо отдохнуть перед учебой, перед экзаменами, перед работой летней, попить кофе. Расцвести. Это же весна, надо цвести. Машину починить и выехать. Помриться. Это безбородовое состояние? Да. В апреле надо надышаться весной. Я вообще-то работаю на флоте, на судне. Да. Ну вот и работа каждодневная у нас, без выходных. То есть к навигации подготовиться нужно? Ну мы уже, да, мы уже в рейсе. Можно сказать, мы пришли в Самару грузиться. Открыть мотосезон? Открыть мотосезон. Да, мы недавно получили права, купили мотоциклы. Вот у нас первый мотосезон должен быть скоро. Вот очень предвкушаем первый выезд. Субботник, наверное, убраться. Ну что-нибудь такое к весне, чтобы отдыхать именно весной и в начале лета. И снова доброе утро, друзья. Мы продолжаем апрель. Время, время открывать сезон шашлыков. И у нас сегодня в гостях как раз-таки Анна Ермолаева, адвокат, которая подскажет нам, где же можно по закону жарить шашлыки. По закону, доброе утро, по закону мы можем жарить шашлыки только в тех местах, которые разрешены. Для этого сейчас у нас есть, опять же, парки, где отведено место, где можно платно, конечно, пожарить шашлыки. Можно поехать, опять же, за город и на какой-нибудь турбазе либо в санаторий, где, опять же, есть специальные места, отведенные для жарки шашлыков. Мы можем жарить. Просто пойти в лес, не соблюдая, конечно, технику безопасности, мы не можем. То есть, если мы хотим поехать в лес, то тоже должны, опять же, жарить шашлыки в соответствии с погодными условиями. Также с правилами пожарной безопасности у нас есть постановление, в соответствии с которым разрешено именно жарить шашлыки в определенное время, в определенные погодные условия. Опять же, должна быть территория очищена от сухой травы. И мы также должны понимать, что если мы разводим шашлык, то это должно быть прямо именно место такое расчищенное, чтобы дети не подходили к огню и чтобы все соблюдали технику безопасности. Если этого не будет все соблюдено, то, конечно, за это предусмотрен у нас административный штраф по статье 8.32, а также есть еще статья 20.3 КОАП РФ. Это не соблюдение правил безопасности, пожарной безопасности. И здесь, опять же, все зависит от ситуации, может быть как предупреждение, так может быть и штраф. И штраф достаточно большой, от 5 до 15 тысяч рублей. Поэтому прежде чем вы планируете пожарить шашлыки, узнайте, где их можно жарить и как можно жарить. Счастливые обладатели дачи и частного дома могут ли позволить себе по закону мангальную зону? Да, можно. Только самое главное, чтобы эта мангальная зона у вас была правильно обустроена. То есть, если у вас на земельном участке мало места, то нужно будет обязательно расчистить эту площадь, чтобы от дома было 5 метров, не меньше, потому что может просто искра отлететь в сторону дома, и может начаться пожар. И таких случаев очень много, поэтому здесь нужно все обустраивать, продумывать, чтобы можно было соблюсти пожарную безопасность. Потому что, если, например, по вашей вине возникнет пожар, и загорится не только ваш участок и не только ваш дом, а соседи, то вы понесете не только расходы на возмещение ущерба, но можно получить и не только административную ответственность, но и уголовную. Поэтому здесь будьте всегда внимательны и аккуратны. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Хорошо. Если правила пожарной безопасности, ну, мне кажется, в принципе, безопасно жарить шашлык около водоема. Многие так и делают, выезжают на пляж. Законно ли это? На самом деле мы можем жарить с вами шашлыки в специальных отведенных местах. Просто приехать в лес к реке и не расчистив площадку, конечно, это... То есть даже если, кажется, водичка близко, если что, вдруг потушить возможно... То есть вы должны все равно продумать, где вы будете жарить шашлыки. И также еще обязательно, если вы все-таки выезжаете в открытое место, где водоем, то потом все нужно убирать за собой. Даже если вы прямо около реки все уже разложили, иначе... Это по закону природы уже, по закону человечности своему, ты должен убрать весь беспорядок. Мы сейчас заговорили о пляжной территории, заговорили о том, что действительно хорошая погода. Есть ли возможность получить деньги у обычного человека от государства на отдых? То есть получить бесплатные путевки? Да. Наверное, скорее всего. А, ну хорошо. У нас сейчас, получается, есть разные программы. Например, если мы хотим получить путевку в санаторий, то эта путевка, она предусмотрена для определенных все-таки граждан. Для тех граждан, у которых есть ряд заболеваний, которые перенесли операцию. И здесь, кстати, будьте внимательны. Обязательно, когда вам отдают выписку, читайте внимательно, чтобы там было именно указано, что вам нужна реабилитация именно в санатории, чтобы в последующем можно было получить бесплатную путевку. Бесплатную путевку можно получить через социальный фонд, либо можно обратиться в социальную защиту. И там уже, зависит от вашей ситуации, можно будет подобрать путевку вам бесплатную. Но также стоит обратить внимание, если, например, у вас есть ряд заболеваний, и у вас была операция не вот только сейчас, а давно достаточно, но требуется все-таки вам лечение, то здесь нужно обратиться к терапевту, рассказать про все свои заболевания, обязательно прийти со своей карточкой и как можно красочнее и ярче описать, что вам нужна путевка. После этого уже терапевт принимает решение собрать комиссию. После того, как комиссия собирается, выносится решение о том, что либо вы можете получить путевку, либо будет отказ. Но отказ, он всегда связан, только есть два варианта. Либо нет оснований для того, чтобы вы могли получить путевку, либо есть противопоказания. А так, в принципе, да, граждане могут получить путевку бесплатную. Также хотела бы отметить, что у нас и дети могут получить бесплатные путевки. Но здесь зависит, конечно, от ситуации, потому что не все дети могут получить бесплатную путевку. Это те дети, которые остались без родителей. То есть сироты, те, которые дети находятся на... То есть кто-то оформил за ними опекунство. И дети-инвалиды. Но можно посмотреть на сайте. И там есть раздел отдых и оздоровление. И там уже можно посмотреть, опять же, есть какие-то варианты того, чтобы получить бесплатную путевку для обычных детей. То есть вариантов всегда очень много. Нужно просто следить за информацией. И также хотела бы отметить, что у нас есть сайт Мир Путешествий, где можно оплатить, опять же, свою путевку, билеты. И в последующем вернуть 20% кэшбэка на свою карточку. Но здесь будьте внимательны, отслеживайте информацию. Потому что данная акция, она действует короткое время. Перед переводами, да? То есть сейчас действует до конца апреля. Но мы, конечно, все ждем третьего этапа. Поэтому смотрите, уточняйте. И также бы хотела, кстати, отметить, касаемо отпуска. Если вы планируете своих детей отправить за границу, либо просто по России с бабушкой, с дедушкой, то будьте внимательны, касаемо документов. Да, у нас в стране, конечно, не нужно делать нотариальную доверенность для бабушки и дедушки. Но бывает, когда тур достаточно сложный. Например, вы отправляете своего ребенка с бабушкой в Москву. Давайте быстренько проговорим, какие документы необходимы. Вот, как раз и говорю. То есть получается, если вы отправляете, например, в Москву, то нужно нотариальное заявление, что вы разрешаете заселиться в отель. И потом, если из Москвы едет ребенок в Дубай, например, с бабушкой, обязательно нужно нотариальное согласие на выезд ребенка. И также обращайте внимание, бывают авиакомпании, требуют обязательно нотариальный перевод на английский язык заверенный. И причем это должно быть не только согласие, но еще и свидетельство о рождении. Поэтому обязательно перед выездом проверяйте все документы, которые необходимы для выезда в ту или иную страну. Спасибо большое. Мы знаем, что есть такие люди, для которых лучший отдых – это поход в музей. Давайте посмотрим. Мам, там какой-то дяденька стоит, смотрит на нас. Сиди смирно, не двигайся, может быть, он уйдет. Типажный портрет модели в ожидании художника. Эти работы были очень востребованы публикой. Их очень любили и покупали. Константин Маковский создавал свои работы быстро и легко, как будто краски сами ложились на холст. Декоративность, стильность, легкость письма восхищала современников. Он много путешествовал по Европе. Посетил Францию, Италию, Голландию, Германию, Болгарию, Сербию. Когда художник попадает в другую страну, его внимание привлекает в первую очередь этнографические особенности. Все необычные детали окружающей обстановки. Особенно к ним был восприимчив Константин Маковский. Он увлекался историей, коллекционированием, собирал старинные вещи. Украшения, одежда, статуэтки, предметы быта. И часто использовал их в качестве реквизита для сюжета своих картин. Они изобилуют красиво расписанной мебелью, одеждой, дорогими тканями и мехами. Живописец старался показать модель в пространстве уникального мира, сотканного из красоты каких-то совершенно непостижимых вещей. Все ушел. Слава Богу. А то ты чего не шевелишься? Затек совсем. И снова доброе утро, друзья. Мы продолжаем. У нас в гостях лингвокоуч, эксперт по изучению иностранных языков Ольга Никулина. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Ольга. Ольга, вот на самом деле сейчас изучение иностранных языков, ну, можно начинать по идее в любое время, но особенно это актуально весной, потому что мы уже задумываемся о путешествиях, об отдыхе, и как раз иностранные языки здесь очень кстати. А скажите, а вот с какого лучше начать, с какого языка лучше начать? Если не знаешь ни одного. Если не знаешь ни одного, например. Ну, все зависит от того, куда вы собираетесь и где вы хотите использовать этот язык, да? Ну, чаще всего я рекомендую как раз по личным предпочтениям, потому что в любом случае мы все очень разные, и кому-то нравится английский, кто-то просто кайфует от звучания итальянского, кто-то очень любит экспрессию испанского. Я считаю, что все-таки исходим из личных предпочтений. Тогда изучение языка будет в удовольствии. Есть ли действительно те люди, которые с легкостью учат языки, либо это все-таки стереотип, а есть кому не дается, да, вот? Самый распространенный миф, который я слышу всегда, я не способен к языкам. Это действительно миф. К языкам способны абсолютно все. Просто у каждого разные возможности и разные ресурсы для этого. И двигаются все, соответственно, с разной скоростью, как раз к своей цели. Хорошо. А почему вот так бывает? Например, мы всю школу, весь институт учили определенный язык, а после того, как закончилось обучение, ну, почему-то знаний не очень много остается. Не хватает, да. Как так получается? Вроде бы учим, учим. Но чаще всего в школах есть обязательная программа, которая дается, да, ученикам, а ученики не сразу же, не сразу понимают свою мотивацию, где они будут применять этот язык, зачем он им нужен. Потому что именно вот эта мотивация и понимание, для чего он мне, где я его могу потом использовать, это ключевое, ключевой фактор, который дальше облегчает как раз движение изучения языка. Какие источники мотивации уже выявили наверняка за годы работы? Переезд в какую-то другую страну, путешествия. Очень много людей путешествует, благодаря тому, что границы наши раздвигаются, да. Но самая большая мотивация – это путешествия. Хочется общаться, именно узнавать другие культуры, обмен вот этот междукультурный осуществляется. Это очень интересно. Спасибо большое, давайте прервемся ненадолго. Прежде чем браться за изучение иностранных языков, нужно знать все-таки наш родной. И давайте посмотрим сюжет от Максима Полугнюка, он профессор в этом. Я думаю многим с детства знакомая песенка «Скажите, как его зовут?». Настроение музыкальное на меня нашло не случайно. Я задумался об одном любопытном факте, что имена персонажей сказок могут служить не только их героям, но и нам, людям. Так, одно из таких имен персонажей сказки Алексея Толстого дало название целой профессии. Я думаю, вы, конечно же, догадались, что речь идет о Буратино. Мы привыкли, на что помимо имени милого деревянного мальчика, фраза «богатенький Буратино» означает человека с туго набитым кошельком. Этот факт подтверждает и большой словарь русских поговорок. Но в современных реалиях появилось и новое значение. Дизайнеры интерьеров используют это слово, говоря про стоеров и плотников. И во множественном числе называют их «буратино». Жаргонизм этот можно встретить на различных формах дизайнеров. Так они ласково называют мастеров, выполняющих работы по дереву. Что тут скажешь? Творцы есть творцы. Полет их фантазии, как выясняется, не ограничен разработкой интерьера. А я вам желаю как можно больше творчества в жизни. С вами был профессор Паланик. Будьте оригинальными и не теряйте речи. Наверняка у кого-нибудь в блокнотике, чем бы заняться в апреле, есть пункт «Выучить иностранный какой-нибудь язык». Вот как раз в этом нам помогает Ольга Никулина, Lingva Coach, эксперт по изучению иностранных языков. Скажите, пожалуйста, посоветуйте какой-нибудь интересный, эффективный, главное, метод изучения языка. Нет универсально эффективного метода изучения языка. Он всегда индивидуален. Эффективный метод становится в зависимости от типа личности как раз учащегося. Это тоже очень важно. Как нет абсолютно одинаковых людей, так и нет абсолютно одинакового мозга у каждого. И предпочтения у нас разные, и интересы разные, и история наша совершенно разная. Поэтому здесь все-таки лучше отталкиваться от личных предпочтений и от типа личности. Типы личности разные бывают. Кто-то лучше воспринимает на слух, кто-то легче воспринимает визуально. Сейчас есть еще и такой тип личности, как диджиталы, у которых клиповое мышление. Им надо очень много информации, но они кратко ее воспринимают. И от этого как раз и зависит эффективность вашего метода изучения языка. Ищем, поэтому пробуем. Самое главное, наверное, не бояться. Пробовать разные методы, разные учебники читать, возможно. Смотреть фильмы. Смотреть фильмы, да, действительно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мы ненадолго прервемся, возвращаемся в эту студию. Будем дальше думать, чем же нам заняться в апреле. Полночь в Самаре. В эфире новости на канале Губерния. В студии Николай Гришечкин. Здравствуйте. Долгожданные квартиры, да еще и к светлому празднику. В селе Кенель-Черкассы 16 семи медиков и учителей получили ключи от нового жилья. Оно полностью в чистовой отделке. Новоселье стало возможным благодаря региональной программе комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы. Эмоции жителей, готовых к переезду, всю житель Анида Кошмана. Елена Захарова 20 лет отработала на скорой помощи в Кенель-Черкассах. Сейчас фельдшер вне отложки. Своих квадратных метров не было. С дочерью жила у родителей. Сейчас осматривает 45-метровую новую двухкомнатную квартиру в трехэтажном доме. Он построен в рамках программы комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы. Инициатор глава 63-го региона Дмитрий Азаров. Эмоции переполняет. Мы очень рады. Мы ждали. Мы довольны. Том красивый. Все устраивает. Сказать большое спасибо Дмитрию Игоревичу, потому что благодаря вот таким программам мы можем улучшить свои жилищные условия и въехать уже в готовые комфортные квартиры. Квартира предоставляется по договору найма. По условиям программы через пять лет семья сможет выкупить жилье за 10% от стоимости. Через 10 лет за 1%. Современное, новое жилье. И я думаю, что есть такое выражение, где родился, там он пригодился. Не просто для молодых специалистов, которые остаются в силе, предоставляется работа. Но и такое прекрасное жилье. И как бы для семьи, так как у меня молодая семья, маленький ребенок, это 80% успеха твоего. То есть можно спокойно работать. Всего в Кенель-Черкасах в этом трехэтажном доме новоселье справили 16 семей, учителя и медики. Ключи в пасхальное воскресенье передал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я очень рад, что в этот светлый праздник сегодня вы, в общем, делаете шаг в новую жизнь. И, конечно, знаю, что для некоторых семей эти квартиры стали по-настоящему долгожданными. Уверен, принесут счастье вашим семьям, подарят уют и будут свидетельствовать о том, что в Самарской области самое пристальное внимание уделяется сегодня развитию села и поддержке наших замечательных учителей, врачей. Мы постараемся сделать так, чтобы вам было комфортно, чтобы ваши таланты, ваши труды были оценены, в том числе и вот такими решениями. Затем Дмитрий Азаров проверил качество отделки в квартирах и подключение к воде и теплу. Здесь горячая вода именно в колонке. Но это, судя по-настоящему, был такой подход. У нас здесь нет. Потому что, в общем, есть теплоснабжение, может быть, ЛГВС, но решили так сделать. Здесь городу, видишь, согласны с этим? Да. Всегда горячая вода. За три года в регионе по программе возведено уже 56 жилых домов. Леонид Кошман, Роман Апарин, Новости губернии. У природы, как известно, нет плохой погоды. Но она при этом вносит свои коррективы в нашу жизнь. Так, в этом году из-за раннего потепления самарские аграрии вышли на подкормку азимых в рекордно ранние сроки – 27 марта. Однако уже на минувших выходных в губернии резко похолодало. Так, например, в Шанталинском районе по ночам морозы достигали 12 градусов, отметил глава областного минсельхоза Николай Башин во время оперативного совещания в региональном правительстве. При этом уровень сохранности азимых около 94%, что может обеспечить хороший урожай при отсутствии сильных заморозков. Мониторим ситуацию. Вот морозы, в общем-то, надеюсь, прекратятся. Сегодня определили, что через три дня будем экспресс-методом мониторить состояние азимы. Потом уже можно что-то будет говорить. Всего азимами засеяли почти полмиллиона гектаров. Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подчеркнул, что сельхозпроизводители региона обеспечены всем необходимым. Уже завезли свыше 140 тысяч тонн удобрений. Полевые работы ведутся активно. Всего все в оборот вовлечены более 2 миллионов 200 тысяч гектаров пашни. Мы каждый год вводим дополнительные земли в оборот. При наличии удобрений, при наличии семян, ими мы обеспечены практически на 100%. При том уровне энерговооруженности сельского хозяйства, который обеспечен в том числе постоянной бюджетной поддержкой сельхозпроизводителем и компенсируем значительную часть расходов на приобретение техники. Я уверен, что нас ждут неплохие перспективы даже в нашей зоне рискованного земледелия. Директора ферм, топ-менеджеры, строители. Уже полгода каждую субботу они традиционно облачаются в амуницию, берут в руки автомат и выходят на полигон. Учения проходят в Самарской области в музее под открытым небом с использованием тяжелой техники. Но такой же сейчас защищают родину на передовой. Моя коллега Мария Левина тоже отправилась на тренировочное поле. Утро субботы начинается с тяжелой техники. На тренировочный полигон, где занимаются добровольцы, мы решили подъехать на броневике, который впоследствии будет использоваться на учениях и не только. Вот на такой машине, она называется БТР. Наши бойцы сейчас защищают родину там, на передовой. У нее две основных миссии – это разведка и дозор. Мы же сейчас на ней подъехали к полю, где тренируются те, кто совсем скоро туда отправится. На этом полигоне с осени прошлого года занимаются мобилизованные и те, кто только готовится вступить в ряды российской армии. Среди первых учений здесь прошли уже свыше тысячи человек. Сегодняшние бойцы в обычной гражданской жизни – строители, топ-менеджеры, директора фирм. Но здесь они забывают на время свои имена, вместо них – позывные, облачаются в амуницию, берут в руки оружие и идут отрабатывать сценарий, который вскоре для каждого из них может стать реальным. Все это было сначала максимально неудобно. То есть только вот по прошествии полугода. Ну сейчас уже, да, сейчас получше. Сейчас уже и снаряжение подогнали, и с автоматом немножко научились работать. То есть все это мы отрабатываем. А вот боец Ава, который тоже взял оружие в руки только полгода назад, отправляется на передовую уже через месяц. Вызов брошен. Вызов брошен стране, вызов брошен каждому мужчине. Но я принял этот вызов. Настрой очень боевой. Ну я понимаю, за что я иду. И если даже будет какая-то крайность, я знаю, за что я положу свою жизнь. В качестве наставников те, кто вернулся из зоны боевых действий. И не понаслышке знают, на что нужно обратить внимание. Это было непосредственно, когда я туда уже приехал. То есть потому что, что здесь происходит, это одно. Когда мы приехали туда, мы просто три дня ползали там. По нам ввелся, плотно огонь от противника. И я тогда понял, куда я попал. Да, то, что много что говорят, объясняют. Инструктора хорошие. То есть всем все показывается. Но все же, когда ты оказываешься там, это совсем другое все. На учениях используют списанное оружие с холостыми патронами. А также реальную тяжелую технику, которую предоставил историко-патриотический музей гвардейцы. Это важно для каждого гражданина нашей страны. Раз. Во-вторых, каждый мужчина сейчас должен об этом думать. Потому что мы сейчас воюем с половиной мира, да? И что тебя это минует чаша, не надо на это рассчитывать. Нужно быть к этому готовым. Нужно выполнять свой гражданский долг. Занятия проходят каждую субботу, а в среди недели бойцы собираются, чтобы изучить теорию. Записавшись на курсы начальной военной подготовки, каждый дал понять, что они не будут сидеть в стране и, если нужно, променяют сегодняшние дипломаты на автоматы, чтобы защитить свою родину. Мария Левина, Сергей Костин, Новости губернии. По истории наших следующих героев, братьев-близнецов из Кенель-Черкас, можно снимать фильм. Старший брат, лейтенант запаса Олег Джасимов, ушел служить, получив повестку в конце сентября. Сразу за ним, добровольцем, в зону СВО и отправился младший Игорь. Мужчины выжили в новогоднюю ночь, попав под обстрел в Макеевке. Сейчас оба находятся в отпуске на малой родине. Подробности истории у Леонида Кошмана. Объятие жены и сына – самое приятное событие за полгода. Именно столько старший лейтенант морской пехоты, житель Кенель-Черкас Олег Джасимов вместе с братом-близнецом Игорем провели в войсках. Старший брат пошел служить, получив повестку 25 сентября. Сейчас в отпуске стараются больше проводить времени вместе с самыми близкими людьми. Я долго ждала этого времени, когда мы снова сможем увидеть друг друга, обнять друг друга и понять наконец, что все у нас хорошо, что муж и я, и сын все дома. Мы прожили 25 лет. В том году у нас был серебряный юбилей свадьбы. В этом году это уже 26-я будет годовщина. Старший лейтенант Олег Джасимов вместе с однополчанами находился в Макеевке в новогоднюю ночь в здании ПТУ. Уцелел под обстрелом в ИСУ и помогал вытаскивать раненых. Поддержка губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, рассказывает морской пехотинец, коснулась каждого в его подразделении. На высшем уровне, конечно, оцениваю помощь губернатора. Это с самого начала, даже еще до этого обстрела. Это гуманитарная помощь, встречи с личным составом, с мобилизованными. В Ростове организация вот этого видеомоста. Все с благодарностью очень отнеслись к предложению, когда предложили, что так и так приедет губернатор, будет организована видеоконференция, видеомост вернее с родными и близкими. В пасхальное воскресенье в гости к семье военнослужащего заглянул глава 63-го региона Дмитрий Азаров. Он поинтересовался, чем еще можно помочь защитникам Отечества. У вас сейчас, может быть, по амуниции чего-то, по форуме, потому что все равно же это все расходуется. В принципе, государство обеспечивает. Поэтому у нас каких-то таких нареканий, что чего-то не дают или не додали, таких нет. Супруга старшего лейтенанта отметила, что благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова военнослужащие успешно прошли реабилитацию. Кроме того, поблагодарила за телемосты. Женщины сумели увидеться с родными впервые за много месяцев. Они были в этом здании по кругу, которые были на огонь и ночь. То есть у них все это перед глазами, еще все эти события. И, конечно, хорошо, что была реабилитация именно под Ростовом, что все это вы контролировали, организовали телемост. Спасибо большое. Я была, присутствовала на этом телемосту. Я тоже, но только с той стороны. Да, увидела вас там в первых рядах бойцов. Была удивлена. Я думаю, где мы, где Азаров? И вот он, пожалуйста, одновременно нас наделал. Спасибо большое. Большая трагедия, конечно. Вы знаете, что вся страна переживала, и президент об этом сказал. Конечно, мы и ковечим память о погибших наших товарищах, о наших земляках. И, конечно, в тот момент понимал, что нужно дать передышку просто, прийти в себя людям. Все для этого и сделал. Дмитрий Азаров поручил главе района оказать содействие в подготовке документов на представление одного из братьев к награде за спасение сослуживцев в Макеевке. Бойцы и их близкие поблагодарили главу 63-го региона за поддержку семей военнослужащих, а также разработку программы «Возвращение». Леонид Кошман, Роман Апарин, Новости губернии. В субботу «Крылья Советов» дома принимали подмосковные «Химки». Гости в Самару приехали с новым главным тренером, хорошо знакомым волжаном Андреем Талалаевым. Он возглавлял «Крылья» в 2020 году. Правда, болельщики были уверены, на игре это сказаться не может. Помочь победить самарцам пришли почти 3000 человек. На трибуне поддерживал команду и глава региона Дмитрий Азаров. Охота посмотреть на такой результативный футбол 3-0, чтобы наши прям прочувствовали победу. Это нужные очки для команды. И они сделают все необходимое для того, чтобы выиграть против любой команды. Будь то «Химки» или был бы это «Зенит». «Крылья» старались и много атаковали. Возможности забить гол были и у футболистов «Химок». Но, несмотря на моменты, у обеих команд счет так остался 0-0. Игра не получилась у нашей команды. Я думаю, от слова совсем. Не знаю, с чем это связано. Вся команда понимает, что мы должны были сегодня выигрывать, но они сделали это. Следующий матч «Крылья» советов проведут в гостях в рамках Кубка России против Краснодара. Игра состоится в среду. В России стартовал новый сезон проекта «Флагмана образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участниками конкурса могут стать студенты вузов и колледжей от 18 лет, педагоги и управленцы в сфере образования, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. Все подробности прямо сейчас. В России стартовала заявочная кампания на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится в рамках года педагога и наставника при поддержке Минпросвещения России. Здорово, что сегодня это уже совместный проект РСВ, Министерство просвещения, Министерство образования. Активно подключились коллеги из Министерства культуры и Министерства спорта. Мы этот конкурс делаем как кадровый резерв для системы образования. Договорились с Алексеем Геннадьевичем Комиссаровым, что помимо участия в конкурсе будет возможность программы повышения квалификации и переподготовки управленцев. Большое количество участников стали частью такой экосистемы, платформы «Россия – страна возможностей». Объединились в сплоченное сообщество единомышленников. «Флагманы образования» — это ресурс для профессионального развития и карьерного роста управленцев в сфере образования, талантливых педагогов и перспективных студентов не младше 18 лет. Участие в конкурсе индивидуальное, конкурсанты пройдут обучающие семинары и тренинги. Для меня конкурс «Флагманы образования» — это шанс попробовать себя в разных ролях. В качестве участника, в качестве эксперта, в качестве слушателя классных и полезных мастер-классов. Финалисты и победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации. Регистрируйтесь на сайте проекта «Флагманы образования». Елизавета Должикова, Новости Кубернии. На ближайшую неделю Самара вновь стала столицей нового и качественного детского кино. В областном центре сегодня вечером торжественно открылся 28-й международный фестиваль «Кино дети». Он проходит при поддержке правительства региона и Министерства культуры России. В программе бесплатные показы документального, анимационного, а также игрового кино и короткометражек для детей самых разных возрастов. Они проходят каждый день до 21 апреля, включительно в Центре российской кинематографии художественной. Также на фестивале покажут фильмы детских киностудий в рамках программы «Кино снимаем сами». Православные верующие встретили Пасху. На ночные службы пришли тысячи прихожан. О значении торжества и эмоциях людей в нашем материале из Софийского собора Самары. Для православных верующих Пасха – один из главных праздников. Ему предшествует самый продолжительный и строгий Великий пост. Честно, я пришла первый раз, и для меня это как-то очень трепетно, что ли. Этот праздник очень хорошие чувства его не оставляет. Какие ощущения, вы знаете, необъяснимой легкости, радости и какой-то общей любви ко всему, ко всему, ко всему. Успокойствие, радость, ну, тут, наверное, каждому свое, какую-то благодать, что ли. Радость от праздника, то, что Христос воскрес, это великое счастье для христиан православных. Это единение, единение со всеми христианами, это вера, которая через тебя проходит, и ты чувствуешь, насколько это праздник. Пасха символизирует победу жизни над смертью. Священнослужители в особых облачениях. Основные цвета белый и красный. В Софийском соборе сотни прихожан. Праздник здесь встретил и глава региона Дмитрий Азаров. Если мы открываем себе Бога, научаемся жить по Евангелии, который он нам даровал, значит, мы меняемся лучше в сторону. Христос воскрес! Пойди на вас! Христос воскрес! Пойди на вас! Христос воскрес! Пойди на вас! Пасха длится не один день, а 40. В этом году отдание Пасхи, то есть окончание ее празднования, приходится на 24 мая. До этого времени верующие здороваются друг с другом словами. Христос воскресе! Воистину воскресе! Ольга Павловская, Андрей Авдеев. Новости губернии. Благодатный огонь в светлый праздник Пасхи передал священнослужителям Кенель-Черкасского храма Вознесения Христа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Здание начали строить еще в 1833 году. За все время своего существования культовое сооружение не переставало принимать прихожан. Сейчас храм Вознесения Христова – памятник истории и культуры регионального значения. Верующие могут помолиться у старинных икон, одна из них – святого Алексия Московского. Изображение создал знаменитый Григорий Журавлев, мастер из утевки Самарской области, не имеющий рук и творивший, зажав кисть в зубах. Дмитрий Азаров предложил создать попечительский совет, чтобы восстанавливать храм, имеющий особое значение для всех местных жителей. Затем Дмитрий Азаров осмотрел территорию, прилегающую к храму, благоустройство которой продолжится в этом году. Ранее уже выполнили ремонт крыши, фасада, обновили звонницу и колокольню. История о покаянии и духовном возрождении простого человека. В широкий прокат вышел художественный фильм «Русский крест». Герой картины Иван Росток, достигнув предела в своем падении, каят и решает восстановить разрушенный в советские годы храм. В главных ролях Михаил Пореченков, Полина Чернышева, Юрий Кузнецов. К празднику Светлой Пасхи. Михаил Пореченков. В фильме Эдуарда Баякова. После крови, после страха вырастала красота. «Русский крест». В кино с 16 апреля. У меня пока на этом все. Увидимся. Доброе утро, губерния. А в студии уже строят планы на апрель. Ведущие Юлия Север. И Виктор Стеблев. Всем дачникам напоминаем, в апреле пора отправиться на любимые грядки. Убрать старые однолетники, прорыхлить землю, чтобы в нее попало как можно больше кислорода. И приготовить рассаду. А любители путешествий уже могут присматривать маршруты на летний отпуск. Если купить билеты в апреле, то можно неплохо сэкономить. Шопинг в апреле. Отличное решение. Сейчас как раз большие скидки на зимние коллекции. Так что можно по хорошей цене купить джинсы или свитер, которые пригодятся и для прохладного весеннего вечера. А также апрель – это отличное время начать готовиться к лету. Включите в рацион больше фруктов и овощей. И особое внимание уделите молодой редиске и капусте. И не забываем о культурном отдыхе. Смело отправляемся в музеи, в театры и в галереи. А хорошая погода за окном так и манит совершить пешеходную экскурсию. Еще больше планов на апрель у наших жителей губернии. Убраться. Выйти на субботник. Хорошо отдохнуть перед учебой, перед экзаменами, перед работой летней. Попить кофе. Расцвести. Это же весна, надо цвести. Машину починить и выехать. Помриться. Это безбородовое состояние? Да. В апреле надо надышаться весной. Я вообще-то работаю на флоте, на судне. Да. Ну вот и работа каждодневная у нас, без выходных. То есть к навигации подготовиться нужно? Ну мы уже, да, мы уже в рейсе. Можно сказать, мы пришли в Самару грузиться. Открыть мотосезон. Открыть мотосезон. Да, мы недавно получили права, купили мотоциклы. Вот у нас первый мотосезон должен быть скоро. Вот очень предвкушаем первый выезд. Субботник, наверное. Убраться. Ну и что-нибудь такое к весне, чтобы отдыхать именно весной и в начале лета. И снова доброе утро, друзья. И хочу поделиться с вами новостью. Вчера в Самаре открылся 228-й международный ежегодный фестиваль «Кино детям». Фестивальные показы, творческие встречи и мастер-классы пройдут на площадках по всему нашему региону. В программе 225 фильмов из 8 стран. И сегодня у нас в гостях гости из Белоруссии. Встречайте. Давайте представлять всех поименно. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Спасибо, что нашли время. И у нас в гостях Виктор Васильев, председатель союза кинематографистов Республики Беларусь, город Минск. Дарья Корпиченкова, актриса театра и кино Республика Беларусь, город Минск. И Елена Турова, режиссер игрового и анимационного кино, сценарист Республики Беларусь, город Минск. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Итак, сразу первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вы впервые принимаете участие в фестивале? Нет. Давайте я отвечу на этот вопрос, потому что фестивалю 28 лет. 28 лет Республика Беларусь предоставляет этому замечательному детскому фестивалю множество художественных, анимационных и документальных фильмов. Вот представьте, на каждый фестиваль мы шлем по 3-4 художественных фильма, 3-4 анимационных фильма и документальных. Вот это умножайте на время. Сколько мы сделали радостных событий для самарских детей. И для нас, конечно, это очень приятно. За эфиром мы с вами общались, вы сказали, что у вас совершеннолетие. Да, да. Лично так получается, что все 16 лет, 16 лет, как я представитель Союза кинематографистов, я приглашен на этот замечательный детский фестиваль. Я объехал всю Самарскую область, был во всех учреждениях, и 16 лет все-таки это какой-то срок, какой-то удивительный срок добра и чувств, которых я здесь получил. Здесь очень благодатная земля, замечательные люди, прекрасная гостиница. Хочу отметить, что с таким уважением за 16 лет я не заметил ни одного случая, чтобы не обратили внимания, как бы сказать, на то, что мы гости. Да, спасибо. А почему вы считаете столь важным применять участие в детском фестивале? Почему для вас это стало уже традицией? Я думаю, на этот вопрос ответит Леночка, наш замечательный режиссер. Лично я впервые как гость на Самарской земле. Я вообще впервые в Самаре, и пока что мне все очень нравится. Правда, первый день я здесь нахожусь, и открытие еще впереди. Но я уже неоднократно участник фестиваля, мои фильмы принимали и анимационные, и игровые, принимали участие. И даже была такая радость, фильм «Кендервилейское привидение» взял главный приз на этом фестивале, статуя, которую я бережно храню. Она, кстати, очень красивая. Ну, понимаете, это как бы наша личная позиция, что мы участвуем. Но в первую очередь это праздник детства. Это праздник для детей, это когда они могут посмотреть все новое и лучшее, что присылают наши сотрудники, коллеги с ближайшего и более дальнего зарубежья. Это возможность обменяться какими-то наработками, какими-то идеями, посмотреть буквально контакт с той аудиторией, для которой ты делаешь. Потому что кино – это же искусство не в карман. Это нельзя, вот как иногда там напишешь эссе, положишь себе в стол и держишь его для себя. Хотя хочу сказать, что Леночка – замечательный художник, художник прозы, художник стихотворений. Она создает произведение настоящее. Творческий человек. Это очень творческий человек. Спасибо. Ну, опять-таки, чтобы долго не затягивать, это праздник как для кинематографистов, так и для зрителей. Я думаю, что вот этот как раз вот дуэт, он и должен всегда идти вот как бы нога в ногу, плечо к плечу. Потому что мы делаем для вас, и если вам наша работа интересна, значит, мы живем и работаем не зря. Это замечательно. То, что получить обратную связь действительно воочию, да, увидеть эмоции зрителя вашего – это замечательно. Какие работы привезли в этот раз? Чем будете удивлять? Мы привезли полнометражный фильм «Подрыв». Это фильм о послевоенном времени, о 45-м годе, о разменерах этого времени. Очень интересный, серьезный. И фильм не только о войне, о послевоенном времени, но и о любви. Там очень хорошо протягивается линия любви, очень трогательно и интересно, как мне кажется. Далеко не детская история. Не детская история, но мне кажется, что каждому ребенку, в свою очередь, тоже было бы неплохо посмотреть этот фильм. И нужно знать историю, нужно знать о поступках, которые совершались, о мотивациях, которые совершались в то время. Также мы привезли четыре, правильно, анимационных фильма. Это фильмы о добре, о любви, да, о нежности. Их делали наши добрые волшебники студии анимационных фильмов «Киностудия Беларусьфильм». Замечательные режиссеры-аниматоры, работающие уже много лет на вот этой почве, которые уже тоже много раз принимали участие в фестивале «Самаре». Это Александр Ленкин, Елена Питкевич, другие замечательные творцы, художники, режиссеры. Хочу вам дополнить, что Елена Турова является руководителем детской, юношеской студии. Студии молодежного кино. И под ее руководством создаются произведения замечательные, которые «Самаре» увидит и в будущем будет наблюдать. Елена, а вот как вы считаете, вот сейчас детское кино – это больше как-то психология или это больше как-то шоу? Развлечения. Понимаете, какая штука? Этот вопрос не сегодняшнего дня, сегодня, на сегодняшний день. Это вопрос очень старый, его еще поднимал тот же, извините, Сергей Эйзенштейн, сражался за то, чтобы зрителя привезти в зал. До сих пор актуален. Это вопрос актуальный во все времена, даже еще с театра, я не могу сказать, даже когда кино еще не было, это было актуально. Мы можем закладывать сколько угодно хорошего, доброго, мудрого в свое произведение, но для начала нужно, чтобы его посмотрели хотя бы. Если ты все свои умные мысли куда-то собрал, и их никто не увидел, смысла в этом большого нету. Поэтому волей-неволей приходится придумывать такую упаковку, которую на сегодняшний день зритель сможет проглотить. То есть я к тому, что керно умное, доброе, хорошее не должно быть в любом случае скучным. Это не значит, что там должен быть сплошной бурлеск и все такое. Но нужно все-таки принимать условия к тому, что поколения меняются, меняется, извините, создание компьютерных технологий, поменялась скорость восприятия информации. Это факт медицинский, с ним ничего не сделаешь. То есть новые дети воспринимают немножко в другом темпо-ритме. Я предлагаю об этом поговорить после перерыва. Позвольте, очень интересную тему затронули. И сразу же после перерыва мы вернемся и продолжим. А сейчас пока что давайте послушаем Рахманинова и потом снова поговорим о кино. Тема колокольного звона встречается едва ли не в каждом втором произведении Сергея Рахманинова. Он был воцерквленным, вместе с бабушкой часто ходил в Софийский собор. Забирался на звонницу и слушал. Всего четыре ноты, из которых складывается настоящая музыка. Мне с профессиональной точки зрения это очень интересно. Послушать хорошую музыку, тем более Рахманинов, это очень прекрасно для души. И поэтому с большой радостью, с большим удовольствием я послушаю сегодняшний концерт и уверен, что уйду с хорошим настроением. Самарская филармония отмечает 150-летие Сергея Васильевича Рахманинова масштабным фестивалем, который начался еще в феврале. Кульминация – выступление всемирно известного коллектива – государственной академической хоровой капеллы России. Впечатления самые хорошие, самые яркие о сотрудничестве с замечательным оркестром, с дирижером, с Денисом Власовым, с которым мы знакомы уже много лет в Москве. Много с ним выступали, поэтому это продолжение нашего сотрудничества. И мы были уже в Самаре в 2019 году и вновь приехали сейчас, что свидетельствует о том, что мы интересны друг другу. После первого отделения зал аплодировал стоя. Браво! Филигранная динамика, отменная дикция. Поэма «Колокола» в том виде, в котором задумывалась автором. Четыре части, как четыре жизненных этапа. Рождение, молодость, так сказать, праздность, некий фатум, когда раздается на бат, и, как итог, похоронный, словно плачущий звон. В фойе филармонии открылась мультимедийная экспозиция «Рахманинов. Известный и неизвестный». Подлинное величие гения может быть постигнуто только через знакомство с теми пластами культуры, которым он был приобщен с первых шагов в музыке. Татьяна Петцина, Роман Апарин. Программа «Утро губернии». Если вы до сих пор не знаете, чем занять себя в апреле, то как раз фестиваль детского кино вам будет кстати. И сегодня о нем говорим с нашими замечательными гостями из города Минск, Республики Беларусь. Мы немножко уже проговорили, что зритель сейчас меняется. Можете просто продолжить свою мысль? Что же ждет зритель сейчас? Зритель ждет все-таки более динамичного изложения, ну скажем так, истории, фабулы. На самом деле, когда мы рассказываем даже какие-то достаточно философские вещи, нужно все равно учитывать, как держать аудиторию, как держать эти крючки. На самом деле, этому учат. Это нужно просто, это азы профессии. Это знание, умение работать с драматургией, но с прицелом на то, насколько поменялась на сегодняшний день все-таки зрительская аудитория. Это очень-очень важно. И очень маленький, но важный нюанс. Ребята, что бы вы ни делали, если вы делаете для детей, когда-то была сказана фраза по Мурлану Быкову, гениальная. Кино для детей нужно снимать так же хорошо, как для взрослых, но лучше. Вот так вот. Спасибо большое. Скажите, а вот ваши работы оценивают, я так понимаю, детское жюри? Ну, давайте я отвечу снова. Значит, взрослые работы оценивают действительно детское жюри. И это правильно, потому что их восприятие – это чистота, это справедливость, это полнота чувств. А вот уже детское кино оценивают взрослые жюри. И это тоже нормально, потому что мы начинаем становиться, возвращаться в детство и чувствовать себя ребенком, чувствовать все, как бы сказать, запахи этого материала. А вас волнуют оценки их? Ну, естественно, конечно, от этого зависит будущее фильма. Стоит его дальше делать такие фильмы или не стоит? Поскольку дети, они воспринимают совершенно по-другому. Они воспринимают чисто, они воспринимают с душой, с любовью, с энергией, с хорошей. И, конечно, с очень правдивым высказыванием. Да, это обратная связь, которая дает возможность нам оценить и себя, в том числе. Конечно, очень важно. Какие проблемы сейчас в основном ставит детское кино? Какие проблемы, может быть, решает, можно решить с помощью кинематографа? Ну, вы знаете, допустим, мы с Еленой все время боремся за то, чтобы фильмы были для детей и сценарий для детей, как можно больше. И поскольку я председатель Союза кинематографистов, а Лена член правления Союза кинематографистов, мы бьемся над этим. Мы все время поднимаем эти вопросы. Недавно мы разговаривали с главой администрации президента. Я убеждал его, я ему рассказывал, как сделать, чтобы вернуть кино. Когда мне говорят, не надо говорить о том, что вот было там плохое, давайте как будем. Я говорю, для того, чтобы как будем, надо найти ошибки, которые, чтобы не повторять. Вот как-то вот мы стараемся. Извечение истории, это действительно очень важно. Это очень важно, потому что это наш вклад. Мы сейчас растим новое поколение. Пройдет там 10-15 лет, это будут главные люди. И вот как они вырастут, это наша будет и ответственность, и забота. Потому что сейчас есть очень хорошее такое популярное слово импортозамещение. То есть мы должны предоставить как бы нашим детям то, что они будут смотреть с удовольствием. Не потому что, ну реально, если брать статистику просмотров там каких-то в кинотеатрах, конечно, там мы знаем, что там прежде всего там где-то идут фильмы, ну далеко не наши, а те, которые коммерчески предложены. То есть здесь очень много на самом деле поднимается вопросов. И как сделать хорошее кино, и мало его сделать, его надо еще хорошо представить. Потому что, ну вот, например, я считаю, что у нас огромная проблема, недостаточно подготовлена рекламная кампания фильма. Фильм выпускается, может быть, он замечательный, про него никто может ничего не знать. А какая-то, ну, не знаю, там, лабуда, ну, скажем так, она может быть настолько хорошо прорекламирована, что все придут, отдадут свой рубль, ну да, потом выйдут, скажут, ай, что я туда сходил? Ну, рубль уже отдан. И все. А что в результате? Плохо проработана пиар-компания своей же продукции. А давайте сейчас вот у Дарьи как раз и спросим. Дарья, актриса театра и кино, как самая молодая участница. Скажите, пожалуйста, вот что ждет детское кино? Вот каково оно, будущее детского кино? Мне кажется, оно может быть хорошим и должно быть хорошим при одном условии. Если мы артисты, режиссеры, сценаристы, все будем делать с любовью. И будем относиться с таким моментом, как вот когда я училась, нам говорили не терять детскость. Это очень важно. Детскость – это ребенок в себе. Если мы не будем терять в себе ребенка и искренне, достойно, искренне все делать, то мне кажется, что все хорошо получится. Все через любовь. Да, все через любовь. А может быть есть какие-то такие, вот если посмотреть прям далеко в будущее, там на несколько лет вперед, может быть есть какие-то уже идеи, какие-то секреты вот туда, куда детское кино стремится? Может быть раскроете, поделитесь? Очень понравилась здесь уже сказанная Виктором Васильевым фраза, хочу просто ее повторить, что очень важно делать кино для детей, не про детей. Про детей могут быть и взрослые фильмы, а для детей. То есть действительно напрямую общаться с аудиторией и делать те фильмы, которые будут интересны. К сожалению, в последнее время теряют такую вещь, как умение интересно рассказать историю. А вот что сейчас самое актуальное? Очень, ну, опять-таки, ребята, работают специалисты и собирают статистику того. Ну, есть целые даже ежемесячные издания, посвященные тому, какие фильмы бьют рейтинги. То есть очень востребовано, самое, наверное, востребовано именно семейное кино. Это кино, на которое может прийти вся семья, то есть и которое будет интересно и младшему поколению в этой семье, и может даже бабушке с дедушкой, которые проведут замечательное время сообща, и каждый в этом фильме найдет что-то для себя. А потом еще и вечером за обсуждением проведут. Тем более, да. Это объединяет семью, ребята, а семья – это главное. Скажите, а есть вот среди детских фильмов, например, вот как «Белая ворона», то есть все идут за рейтингами, а этот фильм вот так вот раскрылся? Против системы. Против системы и… а сработало. Против системы, но сработало. Ну, здесь, смотря как понимать слово «система», на самом деле есть очень много тонких фестивальных фильмов, которые мы отсматриваем, и они замечательные. Они далеко не всегда бьют рейтинги, но воспринимаются очень чисто, трогательно и получают хорошие призы. У нас в Минске есть, да, замечательные кинофестивали детские. Это, в первую очередь, наш главный фестиваль анимационного кино «Анимаевка» международный, который ежегодно собирает представителей более ста стран со всего мира. Вот. У нас есть в формате нашего главного международного кинофестиваля «Листопад» у нас есть такой конкурс, как «Листопадик». Это именно фестиваль детского кино. Я вот являюсь программным директором этого фестиваля, и приходится отбирать фильмы тоже для детей из разных стран. И далеко не всегда это, как такое, скажем, именно рейтинговое кино. Есть фильмы, которые для нас самих являются откровением. Вот. И я тоже присутствую в зале и смотрю, как они воспринимаются. Очень хорошо, конечно. Но, скажем, предположить, что на эти фильмы будет массовый приход зрителей в кинотеатр, ну, я сомневаюсь в этом. Либо это нужно делать какую-то, опять-таки, очень такую развернутую пиар-компанию, что недешево. И, ну, может быть, тогда. Но на самом деле, да. Иногда кино говорит тихим голосом, но об очень важных вещах. Спасибо вам большое. Я понимаю, что о кино можно говорить очень долго, но лучше, как говорится, его посмотреть. Поэтому всем нашим зрителям рекомендуем отправиться на фестиваль. А мы катимся дальше за рулем Марина Баркова. Для автомобильной столицы России 19 апреля – знаковая дата. В этот день в 1970 году с конвейера Волжского автозавода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. Рождение легендарной копейки тольяттинцы ежегодно отмечают с душой. В этом году праздничной дате посвятили автопробег самых ярких ретроавто. Автомобиль очень компактный, экономичный, достаточно скоростной. Стал семейным автомобилем. В советское время, наверное, каждая семья мечтала об автомобиле ВАЗ-2101, потом об автомобиле ВАЗ-2103. Эти машины внесли дух эпохи, несут до сих пор в лице нашего кортежа сейчас. Николай Маслов в автопробеге участвует уже пятый год. Свою ласточку небесно-голубого цвета он нашел в Курганской области. С 1975 года она стояла в гараже и ждала своего нового хозяина. Ни за какие деньги Николай не собирается продавать копейку. Говорит, это семейная реликвия. Она связала три его поколения, два столетия и даже два тысячелетия. Точно такой же автомобиль был у моего деда, с точно таким же цветом салона. Бордовый, вишневый салон. У деда был 71-го года, это 72-го года. Это очень достаточно редкими партиями красился этот автомобиль. Только в 71-м году и только в 72-м году. В годах больше, дальше этот цвет уже на ВАЗе не красился. На улице Тольятти выехали глубоко отреставрированные ретро-автомобили линейки ВАЗ ИШ. Организовал автопробег один из тольяттинских клубов, живущий по законам советского гаража. Коллекционеры помогают друг другу безвозмездно. Новичков поддерживают искренне, старичков уважают от души. Данный автомобиль изготавливался для зарубежных рынков. Вот, эта машина попала в Россию из-за границы. У меня во владении машина находится уже 6 лет. С данным автомобилем было проведено достаточно много работы. Все основные узлы и детали родные, но они восстановлены. В нынешнем производстве таких машин практически не встречается. Мы просто влюблены в свои автомобили, влюблены в их необычность, в их, так скажем, душу, которая уже смогла сформироваться за долгие годы. Соответственно, мы решили организовать мероприятие для гостей, для жителей города, чтобы наш город стал просто ярче. Это абсолютно бесплатное мероприятие. Мы устраиваем бесплатные мероприятия в принципе. Это наш, как бы, основной посыл городу. Марина Баркова, Анна Попова, Андрей Алексеев для программы «Утро губернии» из Тольятти. На сегодня все. Всем хорошего апрельского дня. Вместе с вами строили планы на остаток апреля ведущий Юлия Север. И Виктор Стеблев. Пока-пока. Юль, а у тебя спина вся сзади белая. Ты знаешь, Виктор, 1 апреля уже давно закончилось, прошло. А я запланировал, что у меня весь апрель будет 1 апреля. Тогда забыла сказать, завтра я улетаю на Марс. И запланировала, что весь апрель у меня будет и днем космонавтики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok